В среду в зале районной администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание вел заместитель главы района Сергей Заболотин. В зале главы поселений, руководители предприятий, организаций, представители образования, правоохранительных органов. Сегодня мы с вами проводим заседание две комиссии, достаточно очень серьезные, серьезные вопросы. На повестке дня тема обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий. В частности, совсем скоро в районе отметят очередной день знаний, а неделю спустя примут участие в выборах губернатора. 1 сентября за парты сядет более 4000 школьников. Все они вместе с родителями, родственниками примут участие в торжественных линейках. По данным Северного управления образования, в утренних праздниках будет задействовано около 7000 человек. Всего торжества пройдут в 21 здании. Учащиеся Серьевской школы по традиции выйдут на центральную площадь. Масштабы по меркам нашего района значительные, поэтому вопрос антитеррористической защищенности объектов первостепенный. На основании распоряжения руководителя Северного управления в целях обеспечения безопасности при подготовке к новому учебному году в образовательных организациях проделана следующая работа. До руководителя образовательных организаций еще раз доведены требования по вопросам антитеррористической защищенности образовательных организаций с неукоснительным исполнением перечни минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов. Также руководителям образовательных организаций поручено организовать проведение инструктажей по вопросам антитеррористической защищенности с коллективами и учащимися. Организовать работу по ограничению парковки автотранспорта в окружении объектов, на которых проводятся мероприятия. Будут обследованы бытовые и подсобные помещения. Правоохранительные органы задействуют и служебных собак. 1 сентября наряды полиции будут работать в усиленном режиме. Через неделю во многих образовательных учреждениях откроются избирательные участки. Район примет участие в выборах губернатора Самарской области. Подготовка к ним сейчас ведется полным ходом, как со стороны избирательной комиссии, так и органов правопорядка. 1 августа создан план комплексного обследования использования сил и средств, в который внесена корректировка в части приближения маршрутов, патрулирование к объектам территориальных участковых избирательных комиссий. А также ежедневно на охрану общественного порядка выставляется 5 нарядов ДПС, ОГИБДД 2, 2 наряда из АВО и наряд ППС. Наряды ППС несут службу в Сергиевске, поселке Суходол, где в зону их ответственности попадают объекты проведения выборов. Во время голосования ежечасно в дежурной части будет организован сбор информации о состоянии правопорядка и на избирательных участках. По окончанию голосования будет обеспечено сопровождение вооруженными нарядами полиции избирательной документации. В ходе заседания было затронуто еще несколько тем, по всем вынесено соответствующее решение. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова